Добрый день, уважаемые слушатели вебинара! Мы начинаем наш рекламный семинар «Профессия бухгалтер». В рамках нашей встречи я, Кучеров Сергей Михайлович, познакомлю вас с профессией бухгалтер, расскажу плюсы и минусы этой профессии и расскажу о нашем центре компьютерного обучения «Специалист». То есть, наш курс, наша сегодняшняя встреча, она посвящена прежде всего тем, кто стоит сегодня перед выбором, чем заняться в этой жизни, в каком направлении развиваться, в каком направлении выстраивать свою карьеру. Итак, немножечко общей информации. Бухгалтерия и бухгалтерский учет имеют свой герб, герб бухгалтеров. Вот на этом интересном рисунке, на этом гербе показываются три специфических знака. Прежде всего, мы здесь видим весы, мы видим здесь солнце и видим вот такую кривую линию, которая напоминает, что ли, значок собачки в почтовых программах. Весы символизируют собой бухгалтерский баланс, равновесие стоимости имущества предприятия и источников образования этого имущества. Солнце символизирует собой тот факт, что бухгалтерский учет, поскольку в системе бухгалтерского учета регистрируются абсолютно все события, все хозяйственные операции, которые происходят с объектами бухгалтерского учета, он как бы освещает, озаряет своим светом всю хозяйственную деятельность предприятия. Ну и кривая линия спиральная указывает на то, что бухгалтерский учет, однажды начавшись, он никогда не закончится. Пока будут живы наши предприятия, пока будет жива экономика, бухгалтерский учет у нас будет всегда. Кто такой бухгалтер? Ну вообще надо сказать, что сам по себе бухгалтерский учет возник в незапамятные времена, очень давно. Когда наши ученые, проводящие археологические раскопки, которые они проводили в регионе Северной Африки, в Ближнем Востоке, они обнаруживали глиняные таблички и папирусы, которые датируются сегодня четвертым, пятым, а иногда и шестым тысячелетиям до нашей эры. То есть бухгалтерский учет возник очень давно, практически тогда, в те времена, когда у нас возникла частная собственность. И каждый собственник, который имел какое-то имущество, он был озабочен тем, чтобы обеспечить сохранность принадлежащего ему имущества. Ну, бухгалтерия в таком современном состоянии, она стала формироваться только в средние века. И, собственно говоря, само слово «бухгалтер», оно впервые появилось у нас в Германии во времена императора Максимилиана I. И вот с 1498 года специалистов, которые вели учет на предприятиях, в организациях, стали называть бухгалтерами. Вообще интересен тот факт, что, собственно, и современный бухгалтерский учет примерно в том формате, в котором мы его используем, счета, двойная запись в бухгалтерском учете, стал использоваться примерно с 1494-1600 годов, когда известный средневековый математик Лука Почоли опубликовал свой трактат. Для того, чтобы работать в бухгалтерии, необходимо обладать определенными личными качествами, без которых эффективная работа бухгалтером просто невозможна. Прежде чем вы примете решение о том, чтобы вам заниматься бухгалтерским учетом, заниматься в вопросах экономики, финансов, необходимо проверить наличие у вас следующих личных качеств. Дело в том, что работа бухгалтера, она постоянно связана с обработкой большого количества информации, которая выражена прежде всего в цифрах. И работа бухгалтера ежедневная связана с обработкой огромных массивов цифровой информации, огромного количества документов. Это очень такой монотонный, ежедневно повторяющийся один и тот же труд. Поэтому, конечно, человек, который решается работать в бухгалтерии, он должен иметь довольно уравновешенный, спокойный характер, быть готовым к тому, чтобы работать длительное время в такой монотонной работе, уметь концентрировать свое внимание. И поскольку, кроме того, приходится еще и общаться с очень большим количеством людей, в том числе и сотрудников компании, и внешних каких-то лиц, которые приходят к нам в качестве покупателей, в качестве поставщиков, то бухгалтеру, конечно, нужно быть еще и стрессоустойчивым, поскольку, конечно, люди, которые приходят общаться с бухгалтером, зачастую вызывают определенные негативные реакции. Кроме того, надо отметить, что бухгалтеру абсолютно необходимо быть обучаемым. Я дальше об этом буду еще говорить. У нас очень много нормативных документов, которые необходимо знать. У нас нормативная база постоянно обновляется, поэтому нужно быть готовым к тому, что учеба, которая начинается при подготовке бухгалтера, она практически не заканчивается на протяжении всей его жизни. Бухгалтер должен обладать большим объемом навыков и профессиональных знаний. Нужно уметь зачастую использовать и какие-то математические знания, уметь применять, может быть, какой-то и математический аппарат при обработке знаний, при обработке информации. Особенно в том случае, если бухгалтер имеет какое-то отношение к формированию себестоимости на предприятии и обработке данных для руководства. Бухгалтер, особенно если речь идет о средней или крупной компании, он является не единственным работником бухгалтерии. С ним рядом работает большое количество коллег, с которыми необходимо уметь контактировать, уметь выстраивать командные взаимоотношения и быть готовым к тому, чтобы помогать и подменять своих коллег. И в этом случае он может рассчитывать также на помощь и подмену со стороны других сотрудников бухгалтерии. Современный бухгалтерский учет абсолютно невозможен без использования программных продуктов. Вести бухгалтерский учет сегодня в ручном режиме, как это делали иногда мы еще 15, может быть, 20 или более лет назад, сегодня совершенно невозможно. Дело в том, что сегодня бухгалтерский учет сам по себе стал довольно сложным и помимо самого по себе бухгалтерского учета приходится параллельно вести еще и налоговый учет, вести управленческий учет. Кроме того, сегодня наше взаимодействие практически со всеми государственными структурами, с органами налогового контроля, с органами статистического контроля, с пенсионным фондом, фондом социального страхования, фондом обязательного медицинского страхования, происходит в основном только посредством электронного обмена информацией. Поэтому бухгалтер сегодня, он должен не только отлично знать сам бухгалтерский учет, но и отлично владеть теми программными продуктами, которые сегодня у нас и есть на рынке. И наиболее широко сегодня представлены программные продукты компании 1С. Причем надо заметить, что компания 1С – это компания, которая сегодня выдает нам не какой-то один единственный продукт, а сегодня очень широкая линейка продуктов программ 1С, которые заточены, скажем так, под потребности самых различных предприятий. Есть отдельные решения для крупных компаний 1С предприятия, есть решения для сферы жилищно-коммунального хозяйства, есть решения для промышленных предприятий 1С производства, есть решения также для торговых компаний, есть специальный блок для расчета заработной платы и управления персоналом. И вот чем больше вы знаете, тем больше шансов у вас затем без проблем работать в любой из компаний. Кроме того, надо, конечно, заметить, что сегодня еще у нас такая уникальная ситуация, когда у нас имеется два комплекта стандартов. У нас сегодня не только наши положения по бухгалтерскому учету, не только наши российские стандарты действуют на территории Российской Федерации, а сегодня у нас также имеются и международные стандарты финансовой отчетности. И эти стандарты существуют у нас на территории Российской Федерации уже несколько лет, и практически весь крупный бизнес, вся система банков, страховые компании и средний бизнес по желанию уже перешли на международные стандарты финансовой отчетности. Поэтому, конечно, сегодня бухгалтеру, который хочет развиваться, который хочет сделать карьеру в бухгалтерском учете, он должен позаботиться о том, чтобы знать не только наши российские нормативные документы, но и в полной мере освоить международные стандарты финансовой отчетности. Кроме того, бухгалтер, он не просто является учетным работником, счетоводом, который просто регистрирует сегодня происходящее на предприятии какие-то события, но он еще и должен обрабатывать эту информацию и обеспечивать информационные потребности высшего руководства компании. Поэтому бухгалтер, конечно же, должен обладать навыками и проведения финансового анализа на предприятии, то есть должен уметь проанализировать имеющуюся финансовую отчетность, должен знать какие-то программные продукты, которые входят в линейку офиса стандартного, то есть умение работать и с Excel, и с Word, может быть, и с PowerPoint и другими программными продуктами для того, чтобы готовить доклады для руководства. Также вот здесь на экране вы видите, что бухгалтер должен уметь разрабатывать учетную политику предприятия. Дело в том, что на сегодняшний день это документ, без которого ни одно предприятие работать просто не имеет права. Что такое учетная политика предприятия? Учетная политика предприятия – это документ, с помощью которого бухгалтер осуществляет свой выбор из того многообразия методов и приемов, которые позволяют нам использовать для отражения хозяйственных операций и событий наши имеющиеся российские и международные стандарты. Поскольку мы составляем нашу отчетность не просто для того, чтобы она легла на полку, а для того, чтобы эта информация была потом проанализирована любыми заинтересованными в этом пользователями, то есть могла быть проанализирована и работниками налоговой инспекции, и в органах государственной статистики. Кроме того, также анализу подвергается финансовая отчетность и со стороны высшего руководства компании. Мы для того, чтобы анализ был эффективным, должны обеспечить сопоставимость отчетных данных. И вот эта сопоставимость этих отчетных данных, она достигается тем, что компания разрабатывает единую учетную политику для предприятия и придерживается этой учетной политики на протяжении всего периода времени своей работы. Давайте рассмотрим плюсы и минусы профессии. Конечно, у любой профессии есть свои плюсы и есть, конечно, свои минусы. Безусловным плюсом профессии бухгалтера является востребованность на рынке труда. Мне крайне сложно представить сегодня квалифицированного бухгалтера, который бы не смог найти себе работу практически в любом регионе нашей огромной страны, тем более в Москве. Это объясняется тем, что сегодня ни одно предприятие, ни одно юридическое лицо не может не вести бухгалтерский учет. То есть бухгалтер нужен любому предприятию. А если речь идет о крупном предприятии, если речь идет о среднем, а тем более предприятие, которое имеет развитую какую-то организационную и филиальную структуру, то таких бухгалтеров предприятию иногда нужны десятки, а может быть и сотни. В качестве примера скажу, что на таком предприятии, как Мосгортранс, на сегодняшний момент времени работает около 220 учетных специалистов, 220 бухгалтеров. Еще одним безусловным преимуществом профессии бухгалтер является то, что рабочий день, он, как правило, нормирован. То есть необходимо приходить к определенному времени на работу и в установленное законодательством время также с работы уходить. И бухгалтера, как правило, очень редко задерживаются на работе. Но только, может быть, в какие-то особые периоды, когда речь идет о подготовке отчетности в пенсионный фонд или подготовке отчетности по налогу на добавленную стоимость для налоговой инспекции, либо при подготовке годовой бухгалтерской отчетности. Современные программные продукты, которые мы сегодня имеем возможность использовать, они позволяют даже в рамках одной программы использовать эту программу для ведения бухгалтерского учета на нескольких предприятиях. И если предприятие не очень большое, то бухгалтер вполне может устроиться одновременно на несколько рабочих мест и вести бухгалтерский учет на нескольких небольших предприятиях. И тем самым обеспечить себе довольно приличную заработную плату. Ну и если правильно выстроить, скажем так, выстроить систему своей подготовки, правильно поставить свои цели, сформулировать, то можно сделать очень хороший карьерный рост. И дойти от рядового бухгалтера до главного бухгалтера крупного предприятия. Но в то же время есть и минусы у профессии. И самый, наверное, большой минус это то, что бухгалтеру действительно приходится постоянно учиться. Ну если вот взять хотя бы свой опыт, а я в профессии более 20 лет, я могу сказать, что вот на протяжении всех этих 20 лет я сам продолжаю бесконечно учиться. В основном, конечно, занимаясь самообразованием. Без этого абсолютно невозможно. У нас бесконечно происходят изменения в законодательстве. И, конечно, это прежде всего объясняется тем, что мы довольно молодая страна, вот в том виде, в котором мы сегодня существуем. Мы существуем чуть больше 20 лет. И, конечно, нам еще далеко от совершенства нашей законодательной базы. Кроме того, в связи с переменчивостью экономической ситуации в мире и в стране, в Государственной Думе, правительству Российской Федерации, президенту Российской Федерации, все время приходится реагировать на эти изменения и создавать новые законы и корректировать уже ранее принятые законодательные и другие нормативные акты. Деятельность бухгалтера очень жестко регламентирована. И если вы человек творческий, если вы хотите что-то творить, то это, конечно, профессия не для вас. Бухгалтер должен жестко, абсолютно четко работать в рамках тех нормативных документов, которые для нас разрабатывает Министерство финансов Российской Федерации и другие регулирующие органы. И от этих нормативных документов мы не имеем права отступить ни на шаг. Также довольно неприятным, я бы сказал, раздражающим фактором для бухгалтера является необходимость довольно частого общения с представителями различных государственных, как бюджетных, так и внебюджетных органов. То есть нам приходится общаться с налоговой инспекцией, с ее работниками, приходится общаться с пенсионным фондом Российской Федерации, с фондом социального страхования, с работниками фонда обязательного медицинского страхования. И, конечно, иногда это общение, оно не вполне для нас удобно бывает. Еще один момент заключается в том, что как бы бухгалтер не был внимателен, как бы он не старался не допустить ошибку, но, тем не менее, избежать ошибок все-таки не представляется возможным. Все равно мы где-то ошибаемся, где-то недорассчитываем, недоплачиваем какие-то налоги, а может быть, наоборот, ошибаемся и переплачиваем что-то. Но в результате ошибки бухгалтера, они могут приводить к тому, что со стороны налоговых органов, со стороны пенсионного фонда могут быть какие-то доначисления. То есть нам сообщают о том, что в результате проверки установлено, что мы не доплатили какие-то виды налогов, мы не доплатили какие-то взносы во внебюджетные государственные фонды. Но при этом я хочу сказать, что вот такие ошибки бухгалтера, они все-таки не столь уж и страшны, потому что если, конечно, в результате ошибки бухгалтера необходимо что-то доплатить государству, то бухгалтер в то же время должен объяснить руководителю компании, что если бы он правильно рассчитал все эти платежи, то все равно пришлось бы эти деньги заплатить. То есть мы заплатили бы все равно, но так мы заплатили только позже установленного законодательством срока. Поэтому ничего страшного в этом нету, и в общем-то в результате этой ошибки предприятие практически и не пострадало. С другой стороны, конечно, несвоевременность перечисления каких-то налоговых платежей, а также взносов во внебюджетные фонды на предприятие накладываются определенные санкции в виде пеней, как за пользование кредитом. То есть государственные органы нам говорят, раз вы вовремя не заплатили какие-то платежи, значит, по сути дела, вы пользовались государственными деньгами. Поэтому так же, как и при кредитовании в банке, вы должны за это заплатить. И опять, если со стороны руководителя компании возникает какая-то негативная реакция по этому поводу, опять мы ему объясняем, что если бы ты пришел за кредитом в банк, то ты бы сегодня, например, заплатил за эти кредитные ресурсы примерно из расчета 24% годовых. А когда мы недоплачиваем какие-то средства в бюджет Российской Федерации, то для расчета пеней берется ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. И эта ставка рефинансирования, она у нас в последние годы колеблется где-то около 8-8,5% годовых, что практически в три раза ниже, чем процентные ставки по коммерческим кредитам. Поэтому, опять-таки, ничего страшного в результате ошибки бухгалтера не произошло. Единственное, что, конечно, неприятно для предприятия, что в результате этой ошибки на предприятие может быть наложен штраф. Но, опять-таки, если мы внимательно посмотрим на наш налоговый кодекс, мы увидим, что те штрафные санкции, которые к нам могут быть предъявлены, они не представляют для предприятия какой-то реальной угрозы. Это суммы, порядок которых, ну, где-то от 1000 до 5000 рублей в основном. Так что, в этом смысле ошибки бухгалтера, они, конечно, не так уж и страшны. Но, с другой стороны, я хочу также отметить, что когда бухгалтер устраивается на работу в какую-то коммерческую компанию, нередки случаи, когда владельцы бизнеса или руководители компании начинают подталкивать бухгалтера к нарушению действующего законодательства, к тому, чтобы скрывать какие-то доходы или завышать расходы путем подлога документов, путем мошенничества, конечно, вот такой путь, это путь на скамью подсудимых. Поэтому, вот здесь, конечно, для бухгалтера есть определенные риски. И нужно эти риски четко осознавать. И если вас начинают подталкивать к таким противоправным действиям, то нужно очень серьезно задуматься бухгалтеру, а стоит ли вообще связываться с таким предприятием, стоит ли на таком предприятии работать. Итак, вы видите, что профессия бухгалтера, она имеет и свои плюсы, и в то же время имеет, конечно, свои минусы. И самый главный, наверное, минус в профессии бухгалтера это то, что вас не ожидает спокойная жизнь. Вам все время придется заниматься самосовершенствованием, все время придется заниматься образованием и самообразованием. И все время, конечно, переживать за то, что вы могли где-то ошибиться, вольно или невольно принести ущерб предприятию. Теперь давайте посмотрим с точки зрения средней заработной платы. Я буквально недавно заглянул на сайт HeadHunter, и вот оттуда я взял следующие данные. Это данные первого квартала 2015 года. Вот на сегодняшний момент времени средняя заработная плата рядового бухгалтера в городе Москве приближается к 60 тысячам рублей. На мой взгляд, это вполне приличная заработная плата для рядового сотрудника на сегодняшний день. Конечно, заработная плата в других регионах значительно ниже, но тоже, учитывая среднюю зарплату в этих регионах, это также является далеко не самой низкой заработной платой. Что касается средней зарплаты главных бухгалтеров, то она сегодня достигает по Москве более чем 160 тысяч рублей. Вот статистика указывает, приводит такую цифру, как 161 946 рублей. При этом я хочу также вам отметить, что вот эта средняя заработная плата, она, конечно, далеко не в полной мере отражает реальные максимальные зарплаты бухгалтеров. Вы должны понимать, что на небольших, совсем маленьких компаниях главный бухгалтер, который может являться единственным бухгалтером на предприятии, сегодня может получать около 40 или 50 тысяч рублей. В то же время главный бухгалтер крупной компании может получать и миллион рублей в месяц. Вот поскольку я работал долгое время в аудите и очень много компаний, так сказать, посмотрел, могу вполне сказать, что главные бухгалтера средних крупных компаний, их зарплата где-то от 500 тысяч и до миллиона. Поэтому это говорит о том, что есть куда расти, есть к чему стремиться, и если вы правильно выстроите свою карьерную программу, если вы правильно спланируете свое развитие, то можно достичь очень высоких вершин и карьерных, и зарплатных. Кого на сегодняшний момент ищут в бухгалтерию? Очень часто в бухгалтерию ищут женщин. Где-то примерно около трети работодателей они отдают предпочтение почему-то женщинам. Причем, вот как показывает статистика, которая проведена специалистами того же хэдхантера, говорит о том, что в основном ищут относительно молодых женщин от 25 до 45 лет. При этом в то же время женщине, особенно молодой женщине, не просто устроиться на работу в компании. Вот я заметил, что очень часто сразу обращают внимание замужем или не замужем, есть уже дети или нету детей. И, конечно, если молодая женщина не замужняя, не имеет детей, ей бывает довольно проблематично устроиться на работу, поскольку работодатель, он сразу начинает у себя, так сказать, рисовать такие картины, что женщина завтра выйдет замуж, родит ребенка, уйдет в отпуск по уходу за ребенком до достижения полутора лет, да еще и при этом длительный период времени будет находиться в отпуске предродовом и послеродовом. Вот. И поэтому, конечно, легче устраиваться на работу тем женщинам, которые уже замужем, которые имеют детей в возрасте старше трех лет. Тогда, конечно, работодатель уже более охотно принимает таких женщин на работу. Для того, чтобы устроиться на работу главным бухгалтером и даже рядовым бухгалтером на хорошее место, конечно, необходимо показать, что у вас есть уже опыт работы на каких-то других предприятиях. И достаточно иметь опыт от трех лет для того, чтобы вас всерьез принимало любое предприятие. Если же вы закончили только курсы или даже закончили высшее учебное заведение, то, не имея опыта работы, вы в основном можете рассчитывать на работу помощником бухгалтера. Ну и здесь я хочу также вот сразу обратить ваше внимание на то, что если вы соглашаетесь на работу помощником бухгалтера, в этом нет ничего плохого и нужно как-то учиться вот этой практической работе. Но при этом, когда вы устраиваетесь, конечно, надо четко понимать, чем же вы будете заниматься. Потому что некоторые компании, которые принимают помощников, бухгалтеров, они в дальнейшем этого бухгалтера в кавычках использовать начинают просто как посыльного или человека, который разгребает какую-то макулатуру где-то в архиве, заваривает кофе и так далее. Поэтому, конечно, когда вы устраиваетесь на работу, нужно задавать вопросы, где вы будете работать, чем вы будете заниматься, что будет входить в круг ваших обязанностей. Если вам вместо реальной учетной работы будут предлагать работать где-то в архиве или бегать с бумажками по городу, то нужно очень серьезно подумать, нужна ли вам такая работа. Потому что задача каждого человека, который закончил какое-то образовательное учреждение, заключается в том, чтобы нарабатывать опыт и совершенствовать свои имеющиеся знания. Поэтому для вас, конечно, должна быть интересна именно работа, связанная с реальной обработкой учетных данных в программном продукте, для того, чтобы у вас накапливался практически опыт работы и вообще в бухгалтерии, и в работе с конкретными программными продуктами. На заработную плату бухгалтера влияет достаточно много факторов. Прежде всего, конечно, это квалификация бухгалтера. Квалификация бухгалтера нарабатывается исключительно только в рамках практической работы. Поэтому я всегда рекомендую тем людям, которые только заканчивают учебное заведение, заканчивают, может быть, курсы в нашем центре компьютерного обучения специалист, я всегда рекомендую рассматривать возможность самостоятельной работы где-то в небольшой компании в качестве единственного или главного бухгалтера. Вот такая работа, она в наибольшей степени позволяет наращивать вашу квалификацию. Вы будете отражать не просто какие-то операции на отдельном участке работы, а вы будете охватывать все операции, которые будут происходить на предприятии. Таким образом, вы будете приобретать тот бесценный опыт, который вам не даст ни одно образовательное учреждение. У вас в результате будет пропадать страх, неуверенность, вы будете приобретать навыки общения с государственными органами. И таким образом, начав, может быть, с небольшого предприятия, в дальнейшем, после двух-трех лет такой работы, вы сможете задуматься о том, чтобы перейти на какое-то более крупное предприятие, но уже показывая, что у вас есть опыт аналогичной работы другой компании. И так постепенно, накапливая свой опыт, стаж, вы сможете продвигаться по карьерной лестнице, продвигаясь с одного предприятия на другое, вы будете повышать ту заработную плату, которую вам будет готов платить работодатель. Конечно, вот, когда я показывал вам данные HeadHunter по заработной плате, мы видели, что заработная плата бухгалтера очень серьезно зависит от региона поиска работы. Мы с вами сейчас находимся в самом высоко оплачиваемом регионе страны, в Москве. Поэтому, конечно, в этом смысле для бухгалтера это самое, так сказать, удобное место для работы. Помимо региона, помимо нашей квалификации, конечно, на зарплату бухгалтера будет очень серьезное давление оказывать и финансовое состояние работодателя. Если компания бедная, если она, конечно, еле живет, еле дышит, то вряд ли в этой компании можно рассчитывать на какую-то существенную заработную плату. Ну и во многом, конечно, также зарплата бухгалтера будет зависеть от того, как относится руководство компании к бухгалтеру. У нас, к сожалению, есть еще такие директора, которые считают, что в бухгалтерии нечего делать, что там одни бездельники и не понимают значимости работы бухгалтера. Но таких у нас руководителей становится все меньше и меньше. Что касается профессионального праздника, то, к сожалению, у бухгалтеров до сих пор нет официального дня бухгалтера. Есть день рыбака, есть день шахтера, есть день строителя, есть день десантника и очень много у нас всяких профессиональных праздников, но так у нас складывается, что бухгалтера до сих пор своего праздничного дня не имеет. Ну, тем не менее, какие-то традиции в этом отношении у нас складываются и вот кто-то предлагает отмечать день бухгалтера 21 ноября, когда впервые действующий на тот момент времени президент Российской Федерации подписал впервые закон о бухгалтерском учете. Ну, и этот день 21 ноября одновременно совпадает и с днем работника налоговых органов. Ну, это вот с моей точки зрения не очень хорошо, потому что идет такая накладка и работники налоговых органов, которые, в общем-то, имеют, конечно, некоторое отношение к бухгалтерскому учету, но все-таки это не бухгалтера, это люди, задача которых совершенно иная. Их задача это проверка правильности исчисления и своевременности перечисления соответствующих налоговых платежей в бюджеты различных уровней. Да, и вообще говоря, если посмотреть глубоко, то работники налоговых органов, они, в общем-то, иногда могут даже и не знать вообще бухгалтерского учета, поскольку работники налоговых органов, они в большей степени работают с нашими налоговыми регистрами, которые мы обязаны вести и по налогу на прибыль, и по налогу на добавленную стоимость. Ну, вот я практически каждый год бываю на конференциях, на которых участвуют представители Министерства финансов Российской Федерации, начальники служб, начальники отделов этого учреждения, этого министерства. И вот последнее время они стали обещать нам, что такая работа по определению официального дня для празднования дня бухгалтера сегодня ведется. И я думаю, что через некоторое время, как говорится, этот вопрос устаканится, и мы будем иметь свой официальный день бухгалтера. Ну а теперь о нашем центре, о центре компьютерного обучения специалист. На сегодняшний момент времени нашему учебному центру нет равных, я думаю, что не только в России, но и во всем мире. Это действительно крупнейшее на сегодняшний день, на сегодняшний момент времени образовательное учреждение. И учебный центр стал таким благодаря усилиям генерального директора этого учебного центра Гудзенко Дмитрия Юрьевича, портрет которого я здесь вам представляю. Когда Дмитрий Юрьевич создавал эту компанию, она состояла из трех-четырех человек. Сегодня это действительно крупнейшее образовательное учреждение в России. У нас сотни преподавателей по многим-многим направлениям. У нас более двадцати направлений, по которым мы сегодня готовим специалистов. Преимуществом нашего центра является то, что у нас расписание составляется как минимум на год вперед, что позволяет любому учащемуся спланировать свое обучение на длительный период времени. При этом каждый из учащихся имеет возможность выбрать удобный для себя формат обучения. Мы предлагаем и очное присутствие на занятиях, и обучение в формате вебинара. Кроме того, вы здесь на слайде видите, что есть у нас такой формат обучения, как открытое обучение. Что это такое? Это значит, что человек может прийти, сесть у нас за компьютер, ему будут предоставлены записи вебинаров какого-то преподавателя по выбранному предмету, учащийся их прослушивает эти записи, и при этом на занятии у нас присутствуют специалисты, присутствуют преподаватели действующие, и они могут всегда прокомментировать какие-то непонятные вопросы, дать рекомендации, дать подсказки по изучению материала. Есть и комбинированные очно-заочные формы обучения, и есть также у нас и индивидуальное обучение, когда вы можете просто по выбранному курсу заказать понравившимся вам преподавателя, и он будет с вами персонально заниматься. На сегодняшний момент времени у нас огромное количество преподавателей, и вот здесь, на этом слайде, я показал всего только несколько человек, которые имеют, может быть, наибольший опыт в данной работе. ну и здесь, конечно, вот я воспользуюсь моментом для того, чтобы представить нашего ведущего преподавателя, Березанскую, Анну Шулимовну. Это наиболее, так сказать, старый, старый не по возрасту, а именно по стажу работы в нашем центре компьютерного обучения специалист, она проработала в центре практически с основания его, то есть где-то стаж ее работы здесь приближается к 23 годам. И у нее, конечно, самые, наверное, лучшие отзывы среди всех преподавателей, которые у нас есть. Вот вы у кого учите? Я у Березанской. Вы у Березанской. Вам понравилось? Понравилось, она хорошо дает материал, буквы учетов, она прекрасно дает. Да. Ну, действительно, Березанская Анна Шулимовна, да, это наш флагман, мы тоже как бы все в нее учимся, и она, в общем-то, является разработчиком основных тех документов, которыми мы пользуемся на наших занятиях. Вот. Ну, остальные тоже заслуживают преподавателей внимания. И староверова у нас очень давно работает, ну, практически староверова, и Березанская, они где-то там примерно в одно время начинали. староверова может быть чуть-чуть там попозже на пару лет, но тоже у нее стаж работы в центре уже тоже приближается где-то к 20, наверное, годам. Значит, у нас по направлению бухгалтерский учет огромное количество курсов. Вот здесь я даже не уверен, что все курсы перечислены сейчас на слайде, но, в общем-то, помимо бухгалтерского учета, теории и практика, конечно, мы предлагаем огромную линейку курсов по изучению программных продуктов. Здесь и изучение один из бухгалтерий, которое сегодня предлагается в двух уровнях. Первый это наиболее простые какие-то ситуации, общие вопросы работы с программным продуктом. Ну и второй уровень это учет хозяйственных операций, который представляет из себя некоторые трудности. Кроме того, поскольку бухгалтер сегодня просто обязан вести еще и налоговый учет, то поэтому здесь у нас представлены также отдельные курсы по изучению вопросов учета налога на добавленную стоимость в программном продукте 1С бухгалтерия, а также ведение и организация учета по налогу на прибыль. Это курсы, которые у нас называются ПБУ 18. Ну и также у нас следует обратить внимание на то, что у нас предлагаются курсы по изучению 1С зарплата и управления персоналом. Это вот с моей точки зрения это очень важный программный продукт, который я бы рекомендовал изучать в обязательном порядке любому бухгалтеру. Почему? Потому что сегодня расчет заработной платы это очень ответственный момент. Он связан с ежеквартальным сегодня отчетом перед пенсионным фондом по вопросам расчетов с пенсионным фондом и с фондом обязательного медицинского страхования. Кроме того, начиная с 1 января 2016 года бухгалтера также обязаны будут ежеквартально сдавать свою отчетность по налогу на доходы физических лиц в органы государственных налоговых инспекций. Да, уже подписали закон, он уже принят, подписал президент, поэтому с 1 января действительно мы будем сдавать ежеквартально. Поэтому, конечно, для того, чтобы у нас не было каких-то проблем с создачей этих отчетных форм, чтобы действительно у нас все легко и просто проходило, я очень рекомендую пользоваться этой программой, она сегодня позволяет нам делать все необходимые отчеты в автоматическом режиме для вот этих нужд и отправлять их затем по средствам электронного документа оборота и в налоговую инспекцию и в пенсионный фонд Российской Федерации. Ну и вообще надо заметить, что сегодня вот наши курсы, они идут в ногу со временем и сегодня мы не просто предлагаем изучать программные продукты 1С, а изучать самые современные версии этого продукта. Сегодня мы даем возможность учащимся изучать 1С бухгалтерию 8.3, то есть третья редакция, которая безусловно это новый шаг в развитии программных продуктов. Вообще надо заметить, что конечно сегодня современным бухгалтерам очень сильно повезло то, что у нас есть такая замечательная компания как 1С, которая дает нам такой мощный инструмент для работы, который позволяет действительно нам избегать ошибок и позволяет быстро, качественно выполнять нашу работу. Отдельно еще раз хочу обратить внимание, что также для бухгалтеров у нас предлагается изучение международных стандартов финансовой отчетности. Целых 4 курса посвящены этому направлению. И конечно те, кто рассчитывает действительно выстраивать свою карьеру, те, кто хотят занимать ведущие посты в крупных компаниях, те, кто хочет со временем получать действительно высокую заработную плату, я очень настоятельно рекомендую также озаботиться изучением международных стандартов финансовой отчетности. При этом поскольку я сейчас адресуюсь в основном тем, кто у нас еще не изучал бухгалтерский учет, я хочу конечно предостеречь от таких ошибок, которые некоторые допускают и сразу идут изучать международные стандарты финансовой отчетности. Этого делать ни в коем случае не следует. Нужно сначала изучить наш российский бухгалтерский учет, познакомиться с основами организации ведения бухгалтерского учета на предприятиях и только после этого можно подумать о том, чтобы изучать международные стандарты финансовой отчетности. Изучать международные стандарты следует обязательно только с изучением базового курса. Вот несмотря на то, что курс называется базовым, это вовсе не значит, что им можно пренебрегать. Это действительно базовый фундаментальный курс, в рамках которого мы изучаем почти все действующие международные стандарты, принятые на территории Российской Федерации. И только после того, как вы изучите этот курс, когда вы его освоите, можно подумать о том, чтобы продолжить совершенствование в этом направлении и пройти мастер-класс по консолидации финансовой отчетности по МСФО. Также те, кто хочет разобраться в вопросах перевода отчетности, составленной по российским стандартам в международную отчетность, для этого мы даем возможность прослушать мастер-класс по трансформации финансовой отчетности. Ну и еще очень важный момент. Те, кто начинает изучать международные стандарты, проходят базовый курс и дальше думают о том, чтобы устроиться в какое-то серьезное предприятие и рассчитывают, что знание по международным стандартам даст им какие-то привилегии, что ли, в заработной плате. Конечно, нужно понимать, что придя куда-то на работу устраиваться, нужно будет доказать уровень своей компетентности в международных стандартах. Но никто, конечно, вам никаких экзаменов устраивать при приеме на работу в этом случае не будет. А для того, чтобы вы могли действительно подтвердить уровень своей квалификации, нужно будет задуматься о том, чтобы сдать профессиональный экзамен в системе АССЕИ для того, чтобы получить диплом по международным стандартам финансовой отчетности, который сокращенно называется ДИПИФР. Переводится он следующим образом. ДИП это диплом, ИФР это Интернешнл Международные Финансовые Репортинг Стандарт. Финансовая отчетность, извините. То есть это диплом по международным стандартам финансовой отчетности. Значит этот экзамен он сдается у нас на русском языке, вот там не случайно в скобках стоит приписка РУС на русском языке. Но для того, чтобы сдать этот экзамен, это действительно серьезный профессиональный экзамен, придется конечно очень серьезно потрудиться. Надо будет очень много поработать самостоятельно, повыполнять задачки для того, чтобы этот экзамен можно было сдать. Ну и еще один момент, который тоже хочу до вас довести. Конечно работа бухгалтера, я об этом говорил, она монотонна, она очень часто вызывает какие-то даже я бы сказал и депрессивные состояния у некоторых, потому что действительно такая ежедневная монотонная работа, сопряженная с обработкой большого количества цифровой информации, документов, может вызывать какие-то негативные реакции психики человека. Поэтому обратите еще на всякий случай внимание, что у нас предлагаются также такие курсы, как стресс-менеджмент, то есть управление стрессами, управление конфликтами. У нас такой интересный тоже курс развития эмоционального интеллекта. Вот этот курс я даже сам сходил прослушал у наших преподавателей. Вполне любопытно. Противодействие манипуляциям тоже такой любопытный курс, как можно влиять на людей, как на нас пытаются влиять. Кроме того, конечно, тоже для может быть какой-то эмоциональной разрядки можно обратить внимание на то, что у нас есть такие курсы, как рисование, есть курсы по фотографии и так далее. То есть у нас не только такие курсы, направленные на зарабатывание денег, но и есть курсы, которые полезно пройти для своего удовольствия, для своего развлечения. Сейчас я показываю вам действующее расписание это те группы, которые по бухгалтерскому учету у нас стартуют в ближайшее время. В частности, вот здесь в нашем учебном центре Таганский, где я сейчас нахожусь, буквально послезавтра, 4 числа у меня стартует здесь группа по бухгалтерскому учету. И дальше у моих коллег тоже буквально в ближайшие дни, в ближайшие недели тоже состоятся курсы по бухгалтерскому учету. Смотрите, выбирайте, выбирайте удобный график для работы, для учебы. Еще раз повторюсь, что у нас есть возможность обучаться и с утра, и днем, и в вечернее время, и в выходные дни, а также, если вам это удобно, вы можете проходить обучение в режиме вебинара. Ну, правда, я на всякий случай хочу все-таки предупредить, что обучение в режиме вебинара, оно сопряжено с некоторыми рисками, поскольку иногда бывают и обрывы связи, и отказ техники, поэтому надо быть к этому готовым. И, в общем-то, я бы рекомендовал обучение в режиме вебинара, только в том случае, если вы где-то действительно далеко находитесь и вам крайне тяжело добраться до места, где проходит обучение. В противном случае, я все-таки рекомендовал бы очное присутствие на занятиях. Это даст вам больше шанса добиться успеха, чем в режиме вебинара. Надо также сказать, что наш центр предоставляет огромное количество скидок, обучающимся. Чем больше вы у нас учитесь, тем больше вам предоставляется скидка. Ну, а если вы, например, изучили бухгалтерский учет, то есть прошли наш курс бухгалтерский учет теории и практика, то, конечно, на этом ни в коем случае нельзя останавливаться. Дальше без, как я уже сказал, без знания программных продуктов сегодня такой бухгалтер никому не нужен. Поэтому дальше вы идете изучать программу 1С, вы изучаете и курсы налогообложения, другие какие-то курсы в данном направлении. Таким образом у вас начинает накапливаться вот эта скидка и как только вы прошли три курса, надо обязательно подходить к нашим администраторам и говорить им о том, что это ваш уже третий курс и вам будет выдаваться вот такая пластиковая карточка накопительная, на которой будет у вас накапливаться вот эти ваши скидки. Ну и максимальная скидка у нас это 20%. Ну при сегодняшних ценах это в общем-то довольно существенное конечно, существенное. Особенно если брать МСФО, там курсы у нас все-таки дорогие, там наверное тысяч около 30, я сейчас точно не помню, но 20% скидка это 5-6 тысяч, это существенно. Ну конечно, да, поэтому конечно надо пользоваться этими скидками, да, ну и вообще по поводу скидок надо общаться вот с нашим с нашим персоналом, потому что там бывают всякие у них акции, и там могут и на день рождения что-то вам предоставить, кроме того, я сейчас вот точно не знаю, но такое было здесь всегда, когда приходит группа вот вместе, да, пришли там человек 5, то вот за то, что пришло так сразу вот какое-то количество людей тоже предоставляется как правило значительная скидка, поэтому я даже рекомендую, когда вот группа занимается там на каких-то курсах, на курсах бухучета или там на 1С, затем по окончании этого курса объединяться вот так человек 5, приходить все вместе и говорить, вот мы все вместе одновременно записываемся сейчас на такой-то курс и за это дайте нам скидку, да, тоже они обязаны вам предоставить, там 5 или 10 процентов, я сейчас не помню, поэтому вот этими всеми программами, конечно, надо обязательно пользоваться. Ну вот я здесь показал фотографии, это вот выпускники мои, и вот на сайте вы нашего центра компьютерного обучения специалист, можете увидеть вот эту фотографию, девушка прыгает с этим дипломом, вот она в полете, да, в полете. Ну, почему я ее здесь все-таки поместил, ну, не потому, что это эффектная фотография, что она как будто летит, как пчела, вот, а потому, что, действительно, это одна из тех учениц, которая мне действительно очень хорошо запомнилась. Она пришла, она какое-то время была дома с ребенком, не работала, и вот когда она уже, так сказать, выходила из этого отпуска по уходу за ребенком до достижения им полутора лет, вот, она пришла к нам обучаться, это было где-то примерно года два назад, вот, успешно закончила курсы по бухгалтерскому учету, потом я, так сказать, посмотрел за ее судьбой, она закончила также курсы по программам 1С, потом написала мне письмо о том, что она устроилась на работу практически сразу, и вот через какое-то время, где-то год прошел, я получил от нее опять письмо, и она мне уже вот с гордостью сообщила о том, что она, у нее получается все, и на сегодняшний момент времени она стала уже главным бухгалтером на, в общем-то, довольно приличном предприятии, сейчас у нее уже она руководит бухгалтерией, у нее в подчинении там уже порядка десятка человек, то есть это вот пример карьерного роста человека, который поставил перед собой четкую цель и двигается в этом направлении, в направлении достижения этой цели, ну и затем уже вот она где-то полгода назад приходила, обучалась у меня уже и международным стандартам финансовой отчетности, то есть это вот пример, когда человек грамотно выстраивает свою карьеру, правильно сформулировал цели и добивается вот этих целей, да, это вот вам пример того, что можно достичь, поэтому не откладывайте свои решения, думайте, принимайте решения, приходите и мы будем с вами заниматься, ну конечно я понимаю, что по характеру своему, по своим как бы ощущениям, далеко не каждый сегодня готов работать бухгалтером, поэтому посмотрите, может быть и какие-то другие направления для своего обучения, я уже говорил о том, что у нас более тысячи курсов по более чем 20 направлениям, у нас есть и курсы для лиц, которые работают в продажах, у нас есть и огромные линейки курсов для программистов, причем по разным языкам программирования, у нас есть курсы по какой-то художественной графике, я имею ввиду 3D Max, другие какие-то курсы связанные с рисованием, с созданием каких-то изображений, в том числе и 3D моделирования и так далее. Поэтому мы ждем вас на наших курсах, выбирайте, смотрите, выбирайте то, что вам нравится и добивайтесь успеха, добивайтесь его вместе с нами. Ну вот я, собственно, вам сказал все, что хотел, желаю вам успехов и всего хорошего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!